Приветствую вас и вопрос, который вы задаете, обходится в большей части к вопросам морали, потому что у каждого свое представление о том, что можно, что нельзя, что дозволен, а что нет. И многое из этого идет из детства, берет свое начало из воспитания, и, соответственно, конечно же, можно говорить о том, что воспитывают людей каждый по-своему, и в зависимости от воспитания и множества других факторов, например, как становление собственной личности, жизненного опыта, приобретенных и вразделанных средств и так далее, человек сам для себя определяет, что для него можно, а что нельзя. Если вам, я сейчас не говорю даже про конкретную ситуацию, а вообще, если вам что-то не нравится, если вы что-то считаете для вас неприемлемым, унизительным и оскорбительным, то об этом моментально ваш мужчина узнает. Вы понимаете, да? Ему нужно об этом сказать. Ему нужно сказать, что вы определенное поведение считаете для себя унизительным, оскорбительным. И он может сам считать его правильным, считать его приемлемым, считать его грамотным и не выходящим за рамки приличий. Но если человек дорожит вами, если человек хочет быть с вами, если ваши чувства ему дороги, то он обратит внимание не на то, что считает он, а на то, что считаете вы. На то, что думаете вы. И на вашу реакцию. То есть, для любящего человека важно то, как реагирует его любимый. Если он видит, что его любимый расстраивается из-за поведения, которое человек придерживается и в котором он не видит ничего плохого, то любящий человек, конечно, не будет больше такого поведения придерживаться, чтобы не расстраивать своего любимого. Если человек пытается объяснить любимым, что данное поведение является нормальным для него и нормальным вообще, то в первый раз первично такую попытку можно воспринимать как естественную реакцию на осуждение со стороны любимого того, что человек считал нормальным. Ну, по такой аналогии, если, например, в течение 30-30 лет придерживаться определенного алгоритма поведения и считать, думать, быть уверенным в том, что это правильно, а потом внезапно получить негативную реакцию на это, будь даже не от самого близкого, то, естественно, возникнет защитная реакция на данный факт. И как бы человека ты не любил, все равно защитная реакция может быть. Просто потому, что человеку свойственно защищать свои привычные алгоритмы поведения. Это нормально. Ну, вот человек высказал все в свою защиту, все, что у него было, да, в первичной аргументе. И понял, что все равно любимый не принял его аргументы, все равно он продолжает считать, что это неправильно. Вот в этой ситуации можно и нужно говорить о том, что человек не ставит интересы любимого превыше своих. И данное обстоятельство позволяет говорить о том, что либо человек меньше любит, чем его партнер, либо человек считает себя менее зависимым от партнера, чем партнера у человека. А в вашей ситуации произошла такая форма отношений, когда мужчина не то, чтобы преследовать цель вам и менять, не то, чтобы он преследовать цель, а, ну, допустим, там, быть с девушками более молодым. Хотя здесь не кажется, аспект совершенно не войдет. Здесь именно образ поведения мужчины. В первую очередь, у вас достаточно большая разница в возрасте, больше 10 лет. И мужчина вполне может считать вас ребенком, считать, что вы никуда от него не денетесь, считать, что вы зависите от него, что вы принадлежите ему и так далее. И в этом контексте, если мужчина действительно к вам так относится, не важно, что представляет собой его поведение вообще. Важно, что вы сами посчитали это для себя оскорбительным. И если человек не хочет исправляться, если вы знаете, что он все равно будет ходить в места, которые вы считаете оскорбительными для себя с друзьями, то это значит, что он допускает вероятность, допускает возможность того, что вы будете страдать. А это, в свою очередь, тот факт, что он допускает вероятность вашего страдания. Ну, никак не свидетельствует о том, что он вас любит. Никак не свидетельствует о том, что ему важно ваше благополучие, ваше положительное, спокойное, гармоничное состояние. Если человек не заботится о душевном здоровье своего любимого человека, то вряд ли такие отношения можно назвать продуктивными, искренними и так далее. Из этого всего можно сделать вывод, что вам следует донести до своего мужа своего поведения, что его поведение вы считаете неприемлемым. И если он вас любит, он сделает вывод. А если он вам не бронзит, то он продолжит продвигать свою позицию. И вы знаете, он-то, по своей точке зрения, может быть и прав. Действительно, никто не вправе ограничиваться его делать то, что он хочет. Но и вы тоже находитесь в своем праве, в праве не терпеть его поведение, и в праве, например, с ним расстаться и улучшить. И когда вопрос будет уже стоять таким образом, мужчине придется делать выбор. Либо он учитывает ваши потребности и находится с вами, либо он учитывает свои потребности и находится без вас. Если человек любит, он сделает выбор в пользу вас. Если нет, в пользу своих интересов. И это, в свою очередь, будет показателем того, насколько мужчина вами дорожает. И если не дорожит, то при любом раскладе, дальше при отсутствии поведения, которое бы вам не нравилось, вы вряд ли бы были с ним полностью счастливы. Потому что, если мужчина не любит, не ценит, не дорожит вас, не дорожит вашими чувствами, вашими желаниями и так далее, то рано или поздно это бы проявилось. И проявилось бы в самый неосердный момент. И как это не парадоксально звучит, но лучше, если это проявится сейчас. Лучше, если это проявится сейчас. Пока у вас, например, еще нет детей, пока вы еще, ну, как бы, достаточно молоды, чтобы найти, легко найти другого мужчину, например, который не будет вести себя подобным образом, а будет более бесстно относиться к вашим чувствам. Лучше раньше увидеть истинное отношение человека к вам, чем позже, когда уже будет сложнее что-либо изменить. Поэтому вам эту ситуацию лучше воспринимать как опыт, как статоположительное, и в одном случае узнать своего мужчину, так сказать, таким, какой он действительно есть, чтобы, что возможно, ранее от вас скрываться. То есть не нужно наступать на шебегах, не нужно сильно стремиться перетерпеть, перебороть эту боль, если она вам съест. То есть не доверять своим чувствам и строить свое поведение, исключительно исходя из важных ощущений. Доверие своим переживаниям есть признак зрелости. Зрелости духовной, зрелости личностной. Если так будет, то одна вы не останетесь, и счастье для вас. Это лишь вопрос времени. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!